Добрый день, Роман. 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 Данность спартакиада не исключение. Добрый день, Роман. Добрый день, Роман. Добрый день, Роман. Добрый день, Роман. Роман. Добрый день, Роман. Добрый день, Роман. Добрый день, Роман. Роман. Добрый день, 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 Роман. Ну что удивило, то что команда достаточно возрастная у Набережной Челнинского института, и они действительно так ровно держались. Команда Набережной Челнинского института по волейболу, в ее состав входят хорошие игроки, которые прошли волейбольную школу. Несмотря на возраст, они выходят на площадки, показывают свой класс, хорошую подготовку и взаимопонимание. То есть дали жару своим соперникам, да? Да, согласен. Хорошо, ну сейчас вам, зрителю, я предлагаю посмотреть сюжет о данном виде спорте, волейбол, затем мы вернемся в студию. У преподавателей, как и у студентов, есть университетская семья. Это коллеги по работе. Ее сплоченность им предстояло продемонстрировать в один из соревновательных дней спартакиада среди профессорского преподавательского состава здоровья – дисциплине волейбол. Это командная игра, где каждый отвечает за другого. Кроме того, здесь необходима и хорошая физическая форма, и ловкость. И всеми этими качествами наши преподаватели похвастаться могут. В борьбе за третье место между Набережной Челнинским институтом и Департаментом по молодежной политике и спорту и студенческим городком, можно было заметить хорошую передачу мяча, блоки и пайпы. Это несмотря на то, что разница в возрасте между игроками в несколько десятков лет. Ветеранам удалось с самого начала занять лидирующую позицию, опережая противника на несколько очков и вырвать победу со счетом 25-16 в первой партии. Во второй успех также был на их стороне. И по итогу третье место уехало в Набережные Челны. Ну нам всегда приятно у нас в Казани играть, особенно в Униксе. Очень приятно играть в Униксе. Прекрасные люди, прекрасные преподаватели. Сам город Казань, наша столица прекрасная, особенно после универсиады. И мы рады всегда приезжать здесь играть. Нам доставляет это удовольствие общение с преподавателем. Сам тоже я преподаватель физического воспитания. Команда Института фундаментальной медицины и биологии также обыграла в полуфинале Департамент по молодежной политике и спорту и студенческий городок. Это позволило им выйти в финал с общей университетской кафедры физического воспитания и спорта. Но в этих двух партиях успех был на стороне противника. Преподаватели физкультуры показали лучшую игру за этот соревновательный день, вырвав победу с явным преимуществом. Таким образом, золото снова осталось в стенах Уникса. Мы к этому шли. Мы, так скажем, вчера боролись, сегодня боролись. В принципе, самое главное, что у нас все прошло без травм. Все команды у нас сыграли на 5 с плюсом. Народ массовый, заинтересованность большая. Ну, сильнейший победил на данный момент, на данном этапе. Наша команда была физически подготовлена к этому турниру. Поэтому заняли первое место. Самая главная игра, мы играем в удовольствие. Все собрались, поиграли, еще раз говорю, да, получили удовольствие. Встретили старых друзей здесь, кто у нас ветераны играют. Самое главное, получили очень огромное и большое удовольствие от игры в волейбол. Если мы все любим эту игру, мы все собрались на эту игру. В принципе, так будет. Ну что ж, мы вновь в студии. Вот так у нас выдался волейбол. Первые три места уже определены. Давайте поговорим дальше. Следующая дисциплина у нас – баскетбол. Что ждать от него? Следующие виды у нас довольно-таки интересные и довольно-таки тяжелые. Первое из них – это соревнования по баскетболу, которые пройдут в культурно-спортивном комплексе «Уникс» в зале номер 1, в зале номер 2. Здесь ждем интересной, упорной борьбы, потому что подобрались команды с хорошей подготовкой и с высокими амбициями. А вот интересный вопрос. По ходу соревнований, получается, по ходу самой «Спартакеады» какие-нибудь новые команды имеют право заявиться? Да, у нас с каждым новым видом, если анализировать вообще всю таблицу, радует то, что команды прибавляются, и у нас с каждым видом все увеличится количество участников. Ожидаем в этом году появления новой команды, которая еще ни разу не принимала участие в данной «Спартакеаде». Надеемся, что они к нам присоединятся и примут участие, получат удовольствие. А новая команда это какая? В этом году изъявила желание принять участие команда «Лицея Лобачевского» Казанского федерального инститета. Они заявились в нескольких видах спорта, которые еще не прошли, которые впереди. Надеемся, они к нам присоединятся и примут участие. Хорошо, ну что ж, ждем баскетбола. И, кстати, скорее всего, нашим преподавателям будет немного трудно совмещать, потому что сейчас уже стартует республиканская «Спартакеада». Да, совершенно право, Роман. Сегодня, 24 января, у нас стартовала «Спартакеада», первый вид под бентон. Мы постараемся составить график нашей «Спартакеады» внутренней таким образом, чтобы развести и дать возможность лидерам нашей сборной принять участие в республиканские соревнования. Поэтому я не думаю, что будут какие-то трудности, и все сборные, все лидеры нашего университета примут участие и во внутренней «Спартакеаде», и в республиканской. Ну вот от республиканской что ждать? Какие команды из тех, представленных в первой группе, где находится наш Казанский федеральный университет, могут навязать нам хорошую конкуренцию? Ну, здесь не секрет. Соперники наши основные – это Казанский государственный архитектурно-строительный университет и Положская государственная академия. То есть эти три гиганта, три вуза больших, дружных, ежегодно борются за право называть себя победителем. И разыгрывают вторые, третьи места. Хорошо. Ну что ж, мы будем следить за развитием событий, будем наблюдать за «Спартакеадой» как здоровье среди преподавательского состава Казанского федерального университета, также и за республиканской «Спартакеадой» среди преподавателей. Сюжеты вы можете, можно будет увидеть в нашей программе. Напоминаю, сегодня у меня в гостях был начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, вам еще раз большое спасибо. Вам спасибо. То, что пришли на программу, дали такой подробный обзор. Ну а мы будем следить за развитием событий. Оставайся с нами, подписывайся к нам в группу ВКонтакте. Ссылку ты сейчас видишь на экране. Там много интересной информации. Смотри нас каждый вторник в 20.50 на телеканале Универ ТВ. Еще увидимся. Пока-пока.